друзья всем привет ну что же многие спрашивают после новостей который выклал в соцсетях где приора приоры нет мы ее продали получилось очень спонтанно не из-за того что она мне просто надоело нет вот появилась машина которую вы сегодня увидите вот на которую был смысл ее поменять серега предложил цену и машину от которой я вообще не мог отказаться но и приору продал брату она находится рядом в очень хороших руках и я буду видеть я очень довольна то что она не досталась кому-то кто ее просто вот так вот с ней сделает выбросит она развалится расшибут и ее больше никогда не будет я вот очень не хотел ее продавать есть бы не купил он наверное я бы ее и не продавал никуда на сторону потому что машина она очень крутая в таком состоянии машины такого года найти сейчас практически невозможно давайте расскажем про шестерочку сезон подходит концу она умница я если честно когда настраивали ее на один бар я не думал что он перенесет сну ей предстоит столько заездов когда настроили еще на полтора еще сколько откатали вы еще не видели не все заезды плюс есть конкуренты есть ребята которые с ней хотят покататься очень быстрые машины но вот погода вот если получится на следующей неделе передавали чуть потеплее мы покатаемся мы еще должны про нее снять подробный обзор рассказать что как строилось кто нам помогал вообще во всем этом проекте потому что людей хороших очень много и может быть кто-то будет собирать машину и хотелось бы рассказать этих людях чтобы не все спотыкались а вот сразу обратились им сделали все очень круто а сейчас а сейчас да чё сейчас кстати приорит нет на чем катаюсь на шкоде шкода все лето и уже всю осень практически отрабатывает себя блин но еще бы при тех вложениях что я в нее вот так заношу то есть она как новенькая всегда подошел до ключа и поехал в этом конфиге на из 38 она мне очень нравится я уже всем повторяюсь но каталась в этом году на вагах которые на большой турбине это не то потому что самая крутая турбина большая это и фр которая стояла на октаве быстрее спула больше ну как-то машина больше на повседнев остальные тачки гибриды гарреты и cts и что там только нет этих турбин боссы они все слишком поздноватые машина прям корчалыга уж если я после и фр а поставилась 38 кайфанул что будет после тех турбин но и друзья ну короче опять кто для чего строить если для цифр может ставить любой турбину и поехал октаве мне нравится такой когда есть вот такая машина октаве пусть останется там конфиг турбина большую прикрутить может всех тем акс не говорит поправляли еще софт чуть он сказал что мотор но и вся топливная ну вообще весь весь конфиг и и потому что там снят ток турбина просит вернуть большую турбину то есть вот прям хочет мало есть 38 но нет пока покатаемся на таком а жига жига она удивила она меня очень радовала я прям от нее кайфовал и кайфую до сих пор я честно удивлен то что вот сколько она вытерпела выдержала теперь ее в стоило на зиму в теплый гараж скорее всего она пойдет на покраску полностью чтобы сделать из нее идеальную красивую как даже сказали городскую ракету потому что эта тачка не корчалы которую привезут которая переданет который обычно пишут давай давай да давай даже не хватает клавиатуре написать уже машина роганула то есть эта машина показала то что она может поэтому друзья следующем сезоне да и в этом еще вы увидите с ней заезды а мы поехали покажем вам что же мы приобрели а вот моя новая тачка андрюк плавно пересаживаются машину а я поехал ну что друзья вот тот автомобиль который я себе приобрел новая история веста кросс как тебе тогда не она вот правильный автомобиль лада гранта спорт почему она почему вообще ее купил знаете вот впервые это настолько спонтанно было что я тачку себе не искал у меня приора в идеале просто пробег до пятидесяти тысяч вот сделано все я в ней поменял все чтобы ездить ездить и ездить начинала зима думал сейчас переобую и буду кататься но тут звонок они даже серёва приехал в тачку себе купил для гранта где продаю такой так я все говорил куплю так покупай вот так и вот по телефону два сообщения там даже то суп ни с кем не совещался андрюхерю поехали смотреть приезжаем чё ну ее надо забирать андрюхерю куда мы приехали улице на что ты меня сподвиг на лучшую машину в мире вот тот человек который не раз раздавал на свои лютачки серёга приехали мы к нему вот та тачка которая сделала бросок кобры разлетелась до коробка зачем мы сюда приехали но это новая история забираю себе серёге спасибо увидим ее скоро а он приедет на очень еще одном интересном автомобиле поэтому с приоры пересаживаемся на спарта короче не могли мы и отдать никуда на сторону потому что эта тачка уже стала это родной на канале гранта 002 она от выхожу больше чем вот эта тачка стоит этот сезон да ну ты не особо много катался мы таза не собирали а эта машина она прям ну как это родная и не мог найти даже жалко и было если бы серёга и продал также жалко мою приору но приора продалась хорошо хорошие руки поэтому блин я сразу понял что эту тачку мы забираем сейчас покажем что за сердце стоит что там за зверь такой таится ну вот короче приехали к серёгиной ракете мотор уже туда поставил звучит вообще дико по моему там турбина или чё там давайте глянем что там за зверь динамом где он эта лапка вот заедем а тут у нас ребятки бету не чем вот мы прям такую привезли ни мотора не коробки судьба ее была такой на 9 10000 оборотов разлетелся маховик поломал коробку и все Мы с Серегой пересеклись, уже когда начали общаться, я сказал, что мне тот мотор не нужен, он его поставит в другую машину Ну, просто он мне не нужен, я бы собрал Впрочем, у каждого свое видение, каждый соберет мотор по-своему Он отдал заводской мотор, отдал заводскую коробку Сейчас мы это все собираем Ну, я опять решил собрать на все новом Это сейчас все вам покажем Вот уже второй мотор, который он тоже отдал по запчастям Вот тот мотор, тот мотор уже будет боевым Это на следующий сезон, мы его не спеша соберем Зимой, весной обкатка, а летом уже залезли А пока, ближайшие дня 3-4, она еще стоит в таком состоянии Ставим моторчик и зимой будет кататься она Машина мне, блин, вообще Гранта Спорт Знаете, когда я выложил шосток, историю в телеграме Все сказали, вот понятно, Серега там купил Гранту, она интереснее Нет, я купил ее, потому что мне просто принципиально эта Гранта нравилась Чем Гранта лучше, Андрюх, вот чем Подогрев жопы, подогрев лобового, подогрев зеркал Ладно, без этого, если бы этого не было И была бы обычная Гранта, лучше, чем Грюорд Если обычная, то нет Я, кстати, перед тем, кто же это купить Уже ехали договариваться, Андрюх, может, уже Прюорд продал Уже обратного пути, нет, знаете, там вот все Пан либо пропал, знаете, я себе взял вот тачку без мотора Кто себе такую тачку купил? Это мне еще родители не знают, знаешь, приняты вот Вот, батя, принимай Он скажет, ебать ты, осел А ты также из-под капота вылезешь И бушу ему, бубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубб Заказаец, не позорь себя Когда ему сказал, я говорю, у меня Гранта обычно возьмем лифтбэк Так мы эти работаем Доджи, да? Ну, американский компрессор, да. Я вот не могу про Гранд Лифбек говорить. Никак. Ты мне не даешь. Доджи не дают взять. Гранд Лифбек... Ну, че там я ей жене показал? Ты че? Вообще ж ты сумасшедший. А вот эта тачка в всей семье зашла. Поэтому ее и взяли. Ну, надо что-то новое. Просто надо что-то поменять. Вот так. Нет у меня, знаете, эффекта вау, что вот приорит не было никогда. Мне прям как-то горело на ней покататься. А вот эта Гранд просто есть. Мы на ней уже много катаемся и куда-то за город, если ездить там то на приорит, то на Гранд. Я знаю, что это за машина. Но... Это будет новая история. Она будет удивлять. Она, самое главное, что она вся целая. Серьезно. Спасибо. Ну, в идеале машина. Плюс цвет интересный, да? Не то, что рыжая. Кто там тебя на***** на мой телефон? Отец, как знал, что Гранд без мотора купил. Я ему не буду говорить. Не надо рушить взрослую психику. Поэтому пошли, покажем, что там за мотор. Так, что пусть подсыхает. Ты зачем блок черный покрасил? Ммм... Смотри. Мотора на тачке будет два. Один на повседнев. Ну, как повседнев. Мы пытаемся сделать мотор такой сил на 150, 160, 1,6. Может чуть меньше. Сколько он выдаст, никто не знает. Но это на заводских компонентах. Один будет боевой. Ну, так как мы все полностью разобрали. Такой сложный я человек. Хочу вот все разобрать, поставить все новое, чтобы кататься и не переживать. Ну, что-то если выехал на дорогу, есть педаль, да? Вот утопил ее, как всегда. И не переживать, что что-то где-то отскочит. Вот так. Там уже опять всегда может что-то отскочить. Шестналь, ребятки. Но когда стоповые шестналь, они работают. Вопросов к ним нет. И надо было, знаешь, сделать блок, чтобы прям в идеале был. Так-то он не новый. И вот все, давай покрасим, Влад. Давай покрасим. Я не хотел красить до последнего. Думаю, серый давай сделаем. Краски не нашел. Можно было еще покататься. Но думаю, блин, он мне вообще не нравился никогда серый. Синий у всех. Побрати внимание, вот откроешься, да? Бьяной складку. Там блок, сборка мотора у всех синий. А вот я в черный. Знаешь почему? На нем масла не видно. Ха-ха-ха. Так, верно, никто бы не додумался. Этот моторчик будет прям собран. Вот я на нем должен ездить. Это максимальная стоповая будет машина на повседневку. А вот второй мотор, опять железо, Серега ему респект отдал очень много еще на один мотор. Вот так вот. И второй мотор, Влада уже будет задача не спеша собрать, потому что мне эта машина нужна на повседневку. Мы ее делаем в течение недели. Она должна, я надеюсь, поехать, если ничего не взорвется при заводке. А вот второй мотор мы соберем боевой, потому что Гранта 002, она должна ехать. Это еще пассажир, если хочет купить машину, чтобы она была быстрее Гранта Спорт. Но мы должны сделать так, чтобы она была не быстрее Гранта Спорт. Поэтому вопрос сейчас актуален. Я знаю, какая будет околовка. Какие там, что будут запилы, ресиверы и все остальное. Пока не могу определиться с низом 1.8 либо 1.6. С тазами все сложно. С тем, что тяжело найти хорошие детали. Опять вот сейчас валы. Вот как сюда ставить тюн валы? А какие они придут? Какие гарантии, что не такой же шальной, как тот пришлет? Ну, это надо в магазине покупать уже, чтобы можно было вернуть прийти. Я думаю, магазин другие. Ну, там хоть вернуть можно. Ага. Ну, кстати, да. Тот слишком далеко живет, до него не докинешь, понимаешь? Магазин, кстати, вопросов не было. Когда я блокировки покупал и что там еще, редуктор завоял в Тюнинг Лайфе, кстати, вообще не было вопросов. Принес, они забрали и все. Я прям очень удивлял. Поэтому блок сохнет сегодня или завтра собираем низ. Потом накрываем головкой. Резь будет стоп, потому что мотор на обкатке. Мотор обкатывать надо. Многие говорят, что боевой мотор живет сразу. Ну, каждый как хочет. Вот если вам так надо, не обкатывайте, сразу вы лупите в хвост. Это желание каждого. Я каждый мотор обкатываю. Его надо вкатать, тогда он поедет. О, пацан по красоте едет. Красавчик. Машина точила. Обтачивает асфальт. Так, а мы сейчас приехали. Куда, Андрюх? На авторы. На авторы. Как я боюсь это место. Сюда приезжаешь и чеки отлетают в неизвестном направлении. И самое что удивительное здесь, когда приходишь. Не, есть ребята, которым знаешь кому прийти. Вот Семен, Женя, вот ребят, которым постоянно прихожу закупаться. А так, блин, приходишь, ценников нет. Сколько это стоит? Наглазно. Смотря в чем одет. Пришел такая цена. А если купил себе таз, то ты обязан сюда прийти. И вот сейчас надо до закупиться. Потому что я же еще такой сложный человек в постройке автомобилей. Мне кажется, ребята, которые собирают мне что-то, они меня недолюбливают порой. Потому что я очень дотошный ко всему. И даже ребята говорят, я слишком загоняюсь. Ну, прям вот, ну, слишком. И даже когда приехал на «Октави» ТО делать в этом году в начале сезона, Андрюха меня прогнал, короче. А тут говорю, что еще поменять в тачке? Он говорит, езжай отсюда и не приезжай. Пока год еще не откатаешься. Поэтому вот теперь в следующем году приедем. Посмотрим, что-то надо поменять. Пошли. За валами. Ебалые. У меня уже есть одни. Могу им по спине, ему ебалые. Продал. Ну что, все запчасти нашел. Ну, мы приехали прокладки закупиться. Ну, вот, все, что нужно. Масло, форсунки, прокладки, фильтры и прочее. Все, все, все. Приезжаем всегда вот. Женя. Лады, детали на авторынке. Познакомился пару лет назад. Но делает все по красоте. Самое важное то, что без подделки. Поэтому пришли сюда. Да и все, кто на авторынк приходишь, кому спросить, где без подделок. Сюда направлять. Поэтому Женя респект. Рекомендую. Рекомендую этот автомагазин и оригинальные запчасти. У вас лады, детали. Спасибо. Сейчас за патрульки хочешь купить? Вообще все. Смотришь, вот какой подход. Собираем мотор, покупаем все. Все. Вот. Все. Даже то, что не надо. Машина с кондиционером или без кондиционера? А, с кондиционером. С кондиционером. С кондиционером. А давайте кинайте мне все. Какие-нибудь. Тень. Собери, Леша, пожалуйста. Только все заводской. Хорошо? Все. Все. Спасибо вам большое. Да не за что. Все же все хорошо. Обращайся снимай, гад. Все сделаем вот так. Ну что, много вышло по деньгам? 2500. Это только шланги, да? Слушай, я не понял, когда на жилку купал. Когда собирали. Ты на жилку такие шланги разобрал? Потому что, по-моему, платные какие-то брал. Ну, мы и брали. А эти что же считаются, типа, платные? Лучше ничего на таз нет. Там же понял, они все кастомные. Ага. Брали. Ну, там что-то вышло по цене пайпов, короче. Ага. Очень много денег поделало. Это так. Да хватит так. Я уже иду тут, знаешь. Так. По вторым. Как в стрип-баре. Не был-то ни разу. Поэтому не так. Так. Куда, Мандрюх? У Гранта? А нет, мы на защиту надо купить. До семера. Пойдем на защиту. Все купили. Почти все купили. Ну, как почти. Ну, наверное, все купили. Я уже эту третью ходку даю на рынке. Мне кажется, взяли все. Взяли не просто все. А вот заказывают там столько-то. Берем больше на прозапас. Потому что мало ли что-то не подойдет. Что-то сломается. Потому что эти крышки стоят не так и дорого. Доехать сюда выходит дороже. И оплатить ест. А вторым, говорить чудеса. Когда-то я продал четырку, думал, никогда сюда не приеду. Но тазы не отпускают. Идет сборка мотора 21126. Протянул вал с моментом затяжки. Все крутится легко. Никаких заеданий, зажиманий. Все от руки. Без особого усилия. Установил поршни. Все крутится так же легко. Без всяких закусываний. По зазорам прям очень хорошо. Перекладку не слышно. Так что, друзья. Спартуха стоит. Пока. Без мотора. Влад. Уже заканчивает сборку. Нового сердца. Это первый будет мотор. Максимально повседневный. Можно сказать гранта. Спортовский. Но чуть раздушенный. А потом соберем второй. Боевой. Скоро уже установка. Так. На моторочке. Почти готов. Скоро его уже будем устанавливать. Владцы сделал вообще по красоте. Респект. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ты че там делаешь-то? Пропил. Пропил ладно. Сейчас сделаю. Когда я открыл короб и увидел вот эту шумку, я подумал, что Серега поставил все со мной вообще зачем. Андрюха, я это все не доставал. Вопрос, для чего вот этот пылесборник в коробе? Наверное, поняли, что 126-й мотор не так уж и плохо, его надо положить в пылесборник, ну еще можно фильтр своей вложить вообще, но и фильтр, конечно, бедолага. Это губка от гидроудара, когда вода туда попадает, губка его впитывает. И он не пойдет дальше? Нет. А если прям будет полный короб воды? Не важно, спасет. Ну все, тогда я так понял. А вот этот убирал? Не. Почему? А у тебя забор, аэродинамика, чтобы была правильная. Все, понял. Так, смотрите, все спрашивают, как выглядит пропил. Это узкопинамарки, регистрацию в машине пройдет, ставим взводской и делаем пропил. Вот. Датчик МРВ здесь. Выбиваем эту сетку. И у вас пропил. Вот. И уже мотору дышать намного легче. Делаем несколько отверстий. Если у вас выше 150 сил, делаем 4 отверстия. Вот Андрюк сейчас сделал 5, поэтому в рантах едет. Так, друзья, дело близится к мощи. Мы поехали сейчас купить кофейку пацанам и себе. Подустали уже. Нужно... Сейчас два привода ставим. И, в принципе, наливаем жижи и первый запуск. Без бампера заведем. Посмотрим, если все нормально. Я надеюсь, если все нормально, то ставим бампер. Колеса. И на обкладку. Людьми нога трясется. Прикинь? Интересно, стабилизация это разобьет? Нет. То есть еще с чем переживая. Столько труда. Она не поедет вот так вот. Что-то на у тебя вообще не едет. 140. Мне вот так не надо. Если вот так вот ехать в машину, то зачем я мучился? Вот так буду уходить в точку. Жи, помнишь, заехал? Да. Вот так будет, когда будешь себе на другой тачке заезжать. Раз, два, три. Точнее часть он погнал. Чалком жиглера подкрутил, что ли, а? Чалком жиглера подкрутил. Ну что, мотор собрали. Сейчас пускать будем. Ну я хочу оттянуть этот момент. Знаешь, что спешил? Сейчас типа может еще поезденек постоит. Понял? Суть в чем. Я уверен во всем конструктиве, механике. Но я не уверен в этих вот дады, датчики, там температура на впуске. То, что она на январе, то, что если бы она была на ДМРВ, то бы она проще завелась, чем сейчас. Понял? В чем суть? Вот впервые такой запуск предстоит. Короче, если с программой все хорошо, то она должна вот так завестись. Если все плохо, то тоже должна завестись. Ну сейчас надо маску прокачиваться. Еще раз. Вот так переразлился. А, я сейчас сделаю, чтобы масло поссистенно прошло, да? А-а-а. Какая-то неделя прошла, ну да, наверное, в течение недели, пока Влад потихоньку забрал натор, начал собирать. Я даже тебе говорил, что не горела тачка, да? Не было вот этого. А что мы делали в этот момент? Не знаю. Ну, короче, не было просто такого ощущения, что вот хочу быстрее, вот как с приоры было, да? Вот быстрее собрать. Видимо, мне так в тот раз обломило с этими вот, с тем конфигом, что, знаешь, уже все перегорело. А здесь вот я приехал, у нас стоит такая красивенькая. И, знаешь, вот мы с ними не любили друг друга. Вот сейчас все хорошо. Я думаю... Не, она в хорошем лист попала. Серега прям не прогадал. Все тачи, которые ко мне попадают, с ними все нормально. Вот 4-ка, помнишь, продал? В утиле уже все. А какая была ласточка. Камрюх в хорошую руку попала моя. Вообще просто крутой чувак, молодец, респект вам. Лексус. Да вроде ездит. Ездит. Да что он весь новый был. Калина. Девчонка ездила. В семерке. Не знаю, мне кажется, ее уже нет. Приора. К брату. Вот это круто. Я больше ничего не продавал, не покупал. Четырку. Ну, тебе тоже попалось нормально. Руки срыли. Потом продали. Все хорошо. Я знаю, вижу. Поэтому вопросов вообще нет. Четырку вообще хорошая была. Вообще тазы... Они какие-то перегрузки выдерживают, да, вот как мы ездим. Даже Санек на 540 не даст собрать, потому что ездим мы на тазах хорошо. Не каждый иномарк этого класса вытерпит. Да кстати, помнишь, что мы с тобой ехали на тачке, да, вот? Б-класс. И как-то она вот, ну... Ей тяжко это дается. То же самое вот. Те же прохваты, что на априори на грань. То, согласись мы ехали. Да, на коренцах. Надо было это чем-то накатить. Все ехать сейчас. Оно выйдет. Ну, я тебе про это говорил. Проход покрепче. Понятно. Чего там? Первый запуск уже теперь со свечами. Принцессор с тобой будет? Он не работает. Надо белый подкинуть. Подожди, я сейчас попробую это. Подожди, белый провод от мозгов. Видел, что тонкий? Его не надо накинуть никуда. Да, да, да. Белый провод толстый, нет? Белый провод толстый, бенозасос? Это масса, да? Да, 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 да. Включить зажигание. Масса. Подожди, сейчас туда надо закрутить его. Очканул, да, Сера? Я что очковать? Я понял, что чего-то нет. Как, если главный не стучит, и все. Посторонних звуков нет, это уже хорошо. Что вы там перебираете, Андрюха? Влад сказал, он за рубль мотор перебирает. Пятак запчасти. Так это даже дорого, если всего нового. А если то, что у него, посмотрите, здесь чуть валяется. Можно дизельные поршни. Они же это. Турбина от Scania. Большую степень сжать это, да? Они можно без свечей заводить даже. Ну, вообще, да. И все. С кривого. Вон, головки две от Matiza. Обварил аргоном. Сними клемму, минус сейчас, пока что. Что? Можно искру проверить. А, да это да. А нет тут никаких каких-то датчиков? Датчиков еще каких-то или что? Что можно еще подключить, что можно не подключить? Датчик. Может это датчик положения коленвала? Датчик коленвала, сейчас болтик подтяну, потому что я его забыл подтянуть, он просто был наживлен и до конца не ставлен. Зазор большой. А, но он без датчика положения коленвала запускается. Зазор большой у этого. Между датчиком и зубчатым колесом. зубчатым колесом. Давай. Давай. Стук, старик, старик. Рыбачально. Что, есть? Давай. Давай, пробуем. Давай. Давай. Вот так. Аплодисменты Что, корешки? Соглашай Ну все, работает Сейчас, подожди Какой генератор? Вот это, может, надо посвистывать Да, да, да Самое главное не ЭГРМ Обгорает, да, что-то Хороший звук мотора Такой, да? Легко, знаешь, запустилось Да Как раньше, знаешь, с хорошей компрессией планеты собирали Когда аж колесо клинит Типу, компрессия Все же думали, компрессия, она на колесах, ёптать, а не на поршни Что так воняет? Поршни, типа, только выгорают или что-то? Так, а весь ресивер в этом Вообще, мотор-то весь новый Блок-то покрашен, этот паук В масле еще о том трансмиссионном Которая отлетела Завелай! Что, поедем заезжать? От светофора до светофора Сейчас, сейчас Бери Продавай, бери Ну заедем, я покатаю не спеша Соберешь мотор себе А я не буду мотор снять И сразу поедем Соберешь, как задымит А Больше кальмар Это уже спойлеры Все уже догадаются, что берешь, да? Ха-ха-ха-ха-ха.. Взрыв А он зло работает Чувствую силуが 150 км крутой мотор он реально есть потенциал просто людям вот эту чесот включает то что за дешево ей это недолго ребята не надо людей в заблуждении вгонять потому что пацаны потом попадают на деньги собирают что-то получается не так хороший шестналь стоит построить боевой на 500 сил если вы хотите то же самое что 3s то же самое что sr все надо поменять а цены на хорошие поршни на хорошие шатуны шпильки вкладыши и там боевое колено хорошие кованы это все стоит бабло также как он другие тачки задешево можно только эту дачу батарея я и никому не советую так прикольный мотор вот если он этим до 150 сил собраны хорошо хорошем масле на хорошей программе на хорошем бензине мотор круто не вопросов нет он экономичный классный мотор я вообще не могу мне нравится работа нет звук наш собрали как я хотел андрюх как так как и он